Алина, смотри, смотри. Какой у тебя почти здесь. Да, всем привет. И, Казань, ну так что еще там? Где нашим экстременцем? Да, я очень рада сегодня всех тут видеть. У меня папа в прошлом был профессиональный спортсмен-хоккеист. Сейчас он, наверное, тренер. И, конечно же, чтобы быть поближе к папе, мама решила отдать мне фигурное готовение. Ну так, скажем, практически рядом с папой. Алина, я смотрела различные интервью, которые ты забывала. Я, по-моему, это особое отношение с Якунией присутствует. Но в одном из интервью ты перечислила все, что ты носишь с собой в сумочке. И я прям, этот человек подготовлен к чему угодно. Хотя, как я понял, ты всегда теряешь разъем для Джека Цельфан. Сумочки тоже содержимы или появилось что-то новое? Ну, совсем недавно, вот я снималась у Алико. Это тоже In My Bike. Я показывала, что у меня в сумке. Она стала в два раза больше. Потому что стала в два раза больше работы, если не в три. Поэтому, да, там вся моя жизнь. И наблюдая то, как происходят тренировки, я смотрел, ты там еще совсем ребенок. Но твоя тренер общается с тобой настолько сурово и настолько... Я на это видео смотрел и понял, что я явно на твоем месте расплакался. Не в смысле я, будучи в твоем возрасте, расплакался, а не просто бы расплакался, если бы так с нами разговаривали. Как ты думаешь, это является обязательной составляющей тренерства и взращивания, какая-то вот эта вот бесконхронистная беспощадность? Ну, тренер это не только про то, что он тебе там рассказывает на тренировках, да? Как правильно по технике прыжок делать, но и это про психологию. Поэтому для каждого спортсмена выбирается разная психология. Вот для меня, например, это был выход из ситуации, где, возможно, я там ленилась, и было плохое настроение. Мне только надо было разозреть. Поэтому вот таким способом она пыталась настроить меня на тренировках. Чувствовалась ли на твоей карьере вклад твоего отца, тоже, как во всех профессиональных хитейстов и тренеров? Чувствовала ли ты его поддержку в старее как тренера или как отца его, который на этом был? Ну, могу сказать, что он практически не ест тренировочный процесс. Ну, когда были там, допустим, межсезонья, это как отпуск, естественно, я проходила какие-то адовые тренировки с хоккейным тренером, который он посоветовал мне. Вот. И, ну, и, наверное, фраза, которая у меня осталась в голове, когда у меня очень много всего болело, он говорит, если ты встаешь с кровати, у тебя ничего не болит, значит, ты уже давным-давно умер. Поэтому вот с такой фразой я иду по жизни. Это отлично, вы можете записать в свои журнальчики «Инсайд», только для того, чтобы вы всегда получаете мотивацию. Аделя, спрашивай, что заставляет двигаться дальше, когда... Кто спрашивает? Аделя, спрашивай, что заставляет двигаться дальше, когда пропадает мотивация? Аделя, я думаю, что ты где-то тут меня слышишь. У меня было много моментов в жизни, когда отпускались руки, когда я не хотела себе ничего делать, а просто полежать на кровати, поесть мороженое, посмотреть сериал. Но каждый раз в моей голове возникало такое, что у меня же есть цель, я хочу ее добить. То есть это такой некий спортивный азарт, который можно включить в себе. А смогу ли я вообще это сделать? Что для этого нужно? И тогда у меня появляется мотивация к тому, чтобы исполнить эту цель. И когда спортсмен говорит, что он соревнуется только с самим собой, это реально так. Потому что преодолеешь себя, ты преодолеешь других. Ну, на моем опыте было так, потому что достаточно сложная программа. Самая сложная на тот момент была на мире, поэтому, если бы я не сделала честно, я понимала, что я вывел. Вчера ты была на выпуск, но у младшей сестры, точка. Как ты ощущаешь свое взросление? Ведь часто говорят, что у спортсменов нет детства. Хороший вопрос. Спасибо за вопрос. На самом деле, очень мало времени я проводила в школе. Потому что я этот спорт отнимал практически всю часть моей жизни. Когда я пришла к сестре в школу, на самом деле, я обрадовалась. Я вспомнила те ощущения с первого до четвертого класса. Я прям училась-училась. И я вспомнила, когда я сидела за партой, как доска, мел. Вот такие нюансы получала, и мне было очень приятно. На самом деле, на своем выпускном, что в девятом классе, в одиннадцатом, меня не присутствовало, поэтому закрытый гештальт получился. Как ты настраивалась перед искуплением на Олимпиаде? Я не могу придуть больше вдохновения и большей ответственности в этом мире, которая может быть. Может быть, у тебя есть какие-то свои олимпийские ритуалы на удачу или что-нибудь такое? Олимпийские ритуалы, твои ритуалы, просто много тренироваться. Это лучший ритуал. На самом деле, это реально так. Просто ты становишься более уверен в том, что ты делаешь. Конечно, есть человеческий фактор. Его нельзя не учесть. Поэтому просто нужно знать, что ты сделал все для того, чтобы быть на данную минуту, на данную секунду полностью готовы. Вот и все. И никаких ритуалов, и никаких гаданий, и никаких... Просто работайте, тренируйтесь, и это будет логично. Ну да, кстати. Есть тут люди, которые очень суеверные. Вот мне интересно. Суеверные люди поднимите уроку. Но только левую, только левую, правую глядя. Нет, понимаете, понимаете, есть такие. Вас много, вас мало. Но вот на самом деле, я могу сказать, что до определенного момента своей жизни я была суперсувереновым человеком. Кто-то может следить за моей гадлерией после пистик хиггера, пул чемпионата мира, который я полностью провалил. Это даже, собственно, цель права. Это фиаско, прям. Фиаско, да. Волнейшая. И я настолько волновалась, что думала, что эти ритуалы мне помогут не волноваться. Но на самом деле, они еще сильнее запрозагоняют в такое очень макое состояние. Не уверен, это сделать. Вот. И потом, на следующий сезон, тоже достаточно плохо пригласывают. В первом половине сезона. И это была фиаско, но некие провалы были. И я очень боялась успокоить чемпионата мира в Японии. Я решила, что все, я отказываюсь от этих суверий, мнений не нужны. Сделала все наоборот. И любила чемпионата мира. Может быть, это именно поэтому произошло? Поэтому вам даже не отвечу. Казалось бы, все ваши мечты спылить. Есть ли у вас еще мечты, если есть, то какие чипы есть, Майлик? Их много. Как с магией какой-то сообщил. Слушайте, когда одна мечта сбывается, но самое важное, что ты должен делать что-то для того, чтобы она сбылась. Невозможно просто забыть свечки на торте, загадать желание, и все это что-то для того, будут бам-бам-бам и сбудется. Обязательно надо что-то делать. Хотя бы маленькими шажгами ты придешь к своей цели в любом случае. Просто это будет либо короткий срок, либо достаточно долгий. Есть, конечно, у меня очень много мечт, но, наверное, я бы назвала это цель. Потому что мечты это что-то такое не потрогать. И всемирно далекое за перезвонком. Очень далекое, да. И с целью меня и кухни, и нет преград, растет старод. Все, никого не слушаем, идем, слушаем только себя и свой, и мы не будем. Огромнейшее спасибо, что сегодня пристыклись к нам. Это огромнейшее удовольствие. Вы являетесь вдохновением для многих, кто смотрит ваше выступление. Уважаемые гости, прошу вас. Субтитры создавал DimaTorzok